Значит, план на сегодня, он следующий. Мы начнем с обсуждения представлений группы. Естественно, все наши представления будут алгебрагические. Потом мы, как было сказано, перейдем в характеристику P. И сначала поговорим про алгебру в характеристике P. П, алгебру не в смысле алгебраической структуры, алгебру как деятельность по алгебрическим операциям. А не алгебру, а алгебра в характеристике P. И, наконец, мы обсудим то, что называется P-центром в универсальной обертывающей алгебре S. Вот. Хорошо. Значит, давайте я напомню основную теорему, которую мы доказывали до этого. Мы более-менее две лекции. что любое представление алгебры S.L.2 во-первых, вполне приводима. И неприводимая это в точности представление в однородных полиномах n-той степени. И здесь, конечно же, S.L.2 на С. Это мы с вами доказали. И у этой теоремы есть брат-близнец, который говорит, что вы также можете здесь рассмотреть алгебраические представления группы S.L.2.C. Для них будут верны все те же самые утверждения. Вот. И сегодня мы докажем вот эту часть. Окей. Как мы будем это доказывать? Ну, мы знаем две вещи. Мы знаем, что если у вас V1 это какое-то алгебраическое представление S.L.2, то оно также имеет естественную структуру представления алгебры Li. А стало быть, это также представление универсальной обертывающей алгебры. А кроме того, если у вас есть гомоморфизм двух представлений ΦV1 и V2 гомоморфизм представлений алгебры Li.S.L.2. Знаете, кстати, я эти два утверждения пронумерую. 1 и 2. Вот. Если у вас есть гомоморфизм представлений S.L.2, он также является гомоморфизмом представлений алгебры Li. Значит, ΦV является гомоморфизмом представлений алгебры Li. Ну, или же то же самое и универсальной обертывающей. Мы это явно не доказывали, но это на самом деле есть непосредственное следствие из конструкции. Вы смотрите в конструкцию и сразу видите вот это. Теперь основной ингредиент в доказательстве нашей теоремы для алгебраических представлений группы это обратное вот к этому утверждению. Если у вас есть два представления группы S.L.2, то гомоморфизм представлений алгебры Li является гомоморфизмом представлений группы. И это предложение номер один. Если у вас, значит, V1 и V2 алгебраические представления группы Li.S.L.2, ну, группы S.L.2 на C. И φ из V1 и V2 это гомоморфизм представлений алгебры Li. то он также является гомоморфизмом представлений группы группы. Да. Ну, понимаете, если не алгебраическое, то мы как бы не говорим о представлениях из алгебры Li. Поэтому... Ну, оно существенно в этом смысле. Окей. Значит, для доказательства мы будем пользоваться следующим фактом, который мы доказывать не будем, но давайте я как раз скажу, как он следует. Значит, факт следующий. Вот давайте мы рассмотрим какой-то гомоморфизм кси из C в GLV. Это будет гомоморфизм групп. То есть кси z1 плюс z2 будет равно кси z1 можно кси z2 для любых z1 и z2. Так вот, если значит, пусть у вас кси дифференцируем, тогда он восстанавливается по своей производной в 0. Значит, если у вас а это d кси по d z в точке 0, то кси от z это просто экспонента от az. Это хорошо известный факт, когда у вас здесь одномерное пространство, вы просто смотрите на мультипликативные функции. А в общем случае, ну, например, можно, это можно делать по-разному, например, можно воспользоваться теоремой об однозначности решений дифференциальных уравнений. она вам сразу этот результат выдаст. Ну, или там многими другими способами. Вот. Значит, давайте этим воспользуемся. Значит, доказательства предложения. Значит, давайте введем некоторое обозначение. Значит, РОИТО И равно 1,2. А РОИТО штрих это будет дифференциал представления РОИТОВА в точке Е. И это представление SL2 в эндоморфизмах ЛОИТОВА и мы также будем обозначать тем же самым символом представление универсальной обертывающей. Вот. SL2 в этих самых эндоморфизмах. Любое представление алгебры ЛЕ продолжается до представления универсальной обертывающей. Теперь давайте выберем матрицу А в SL2. и через G обозначим ее экспонент. Что нам говорит наш факт? Наш факт говорит, что понимаете, РОИТОВА от G это то же самое, что экспонента РОИТОВА штрих от А. ГОМ. Почему? Потому что вы просто рассматриваете этот самый факт, который вы применяете к следующему гамморфизму, который у вас берет z и отправляет его в ρит от экспонента z умножить на a. Это, безусловно, гамморфизм групп. Поэтому этот гамморфизм групп должен иметь такой вид, где теперь вместо a надо взять дифференциал этого гамморфизма в точке 1, но этот дифференциал, он есть просто вот это отображение. Вот эта матрица. Вопрос, пожалуйста. Это верно для любой связной группы. Естественно, что если ваша группа не связана, скажем, конечна, то такой факт быть верным не может. Еще вопросы. Теперь давайте писать, что мы должны доказать. Мы должны доказать, что наш φ является гамморфизмом представлений групп, то есть что он будет просто сплетать элементы такого вида. Ну, поехали. Что такое φ от ρ1g? Это будет то же самое, что, значит, φ, вот экспоненты ρ1'g, ρ1'a. Ну, что такое экспоненты? Экспоненты, если вы помните, это такой ряд. Значит, значит, сумма с i равно 0 до бесконечности, единичка поделить на i'а, ρ1' от a в степени i, где вот здесь ρ1' рассматривается как представление универсальной обертывой щелки. Поэтому это имеет смысл поставить в него а в степени i. А в степени i будет элементом универсальной обертывающей. Вот. А дальше что? Ну, понимаете, значит, дальше надо попользоваться тем, что φ композиция с ρ1' — это то же самое, что ρ2' композиция с φ. Благо мы знаем, что φ — это гомоморфизм представления универсальной обертывающей. Посему то, что здесь написано, можно просто расписать как ρ2' от φ от экспонента. Ну, или, другими словами, просто ρ2' от φ. Здесь записано, что φ является гомоморфизмом представлений алгебры Ли. Вот здесь вот. Окей? Значит, φ является гомоморфизмом по условию. А что это значит быть гомоморфизмом? Это значит быть перестановочком с... ρ1' и ρ2'. Конечно, потому что гомоморфизм двух представлений. Гомоморфизм представления ρ1' в представлении ρ2'. Всё, всё, извините. Окей? То, что здесь написано, это то, что φ — гомоморфизм представлений алгебры Ли или что эквивалентно универсальных обертывающих алгебр. Больше здесь не написано ничего. То есть смотрите, что мы доказали. Мы доказали, что наш φ будет сплетать образы элементов из группы специального вида. А именно вот такого вида. Элементы, которые являются экспонентой чего-то. Вот такого вида. Дело в том, что несложно доказать, что экспоненциальное отображение, оно просто сюръективно. Это очень несложно видеть, особенно если вы вспомните, что оно определено на уровне операторов, поэтому можете выбрать базис. И доказывать это для матриц в жордановой нормальной форме где-то совсем просто. Осталось воспользоваться одним из двух фактов. наблюдением, что взятие экспоненты просто сюръективное отображение. Или более слабым фактом, что образ экспоненты порождает группу SL2. А вот это уже верно для любой связанной группы над комплексными числями. Это завершает доказательство предложения. Вопрос, пожалуйста. Ну, по секрету, конечно, приставляли. Ну, понимаете, значит, что? Тут никакого мошенства нету, потому что все отображения, которые мы рассматриваем непрерывны, они перестановочны с пределами. Еще вопрос. Ну, на самом деле, давайте я заметил, что все то же самое можно делать алгебраически при некотором умении. Хорошо, значит, теперь давайте докажем теорему. Что говорила теорема, что все представления группы SL2 вполне приводимы, а неприводимы это в точности представления в пространствах однородных полиномов. То, что представление в пространстве полиномов неприводимо над группой, просто следует из аналогичного утверждения о том, что оно неприводимо над алгеброй. А именно, пусть бы у вас здесь было какое-то подпредставление для группы. Тогда оно же было бы под представлением для алгебры. Правда? Это просто следует из конструкции дифференциала. Вот, то есть неприводимость мы знаем. А дальше делать по большому счету нечего. Дальше давайте возьмем какое-то V алгебраическое представление SL2. Тогда оно изоморфно под средством некоторого изоморфизма φ в прямой сумме представлений в однородных многочленах. Это изоморфизм представлений алгебры Ли. Вот это у вас представления алгебры Ли. Мы знаем, как они устроены. Они устроены вот так. Где φ – изоморфизм представлений алгебры Ли SL2. Но по предложению он будет изоморфизмом представлений группы SL2. То есть предложение 1. Говоришь, это также верно для представлений SL2. Что за решение доказательства? Вопрос, пожалуйста. Прямая сумма конечная? Конечная, потому что представление кончимерное. Вы же не можете его так в бесконечную прямую сумму написать. Еще вопросы, пожалуйста. Давайте я замечу, что нам здесь очень сильно повезло доказать все это предложение, потому что мы знаем, что представление нашей алгебры Ли вполне приводимо. И более того, мы знаем, что любое неприводимое представление этой алгебры Ли является также представлением группы. Это те два ингредиента, которые мы в доказательстве использовали. В более общих ситуациях такое, конечно, неверно. Утверждение в общей ситуации звучит следующим образом. Если у вас есть односвязная группа Ли, то представление ее алгебры Ли — это то же самое, что представление этой группы. То есть любое представление алгебры Ли интегрируется до представления группы. И у вас есть задача в списке задач о том, что группа SL2C — односвязная как топологическое пространство. Кроме того, у вас есть пример не односвязной группы в задачах, а именно эта группа SL3. И задача просит описать все ее представления. Вот мы как бы покончили с ситуацией характеристики моль. Мы к ней больше возвращаться не будем, хотя некоторые конструкции нам будут нужны. И в характеристике P. Давайте перейдем к следующей части, а именно обсудим алгебру в характеристике P. Как говорится, отречемся от старого мира. Значит, наше основное поле будет обозначаться F. И для простоты мы будем рассматривать поле Fp с чертой, а именно алгебраическое замыкание поля вычетов. Как вы знаете, каждое поле имеет алгебраическое замыкание, в частности, поле вычетов имеет. И это также алгебраическое замыкание любого конечного поля характеристики P. Значит, характеристика нашего поля F таким образом равна P, что немедленно по определению просто означает, что P равно 0 в F. А посему на P делить уже нельзя. Это имеет очень важное следствие. В частности, вы уже не можете написать экспоненту ни в каком виде, даже как формальный ряд, потому что в экспоненте вы делите на факториалы. Эта конструкция просто не работает, нет экспоненциальной функции. И это кажется таким очень существенным минусом, который очень сильно усложняет жизнь, потому что экспоненциальная функция очень важна в математике. На самом деле, есть и плюсы в рассмотрении характеристики P. Давайте мы про них поговорим. И первый плюс, который такой довольно известный, который делает жизнь существенно проще, это следующая лемма. Значит, вот пусть у вас А — это некоторая ассоциативная алгебра на ДАФ. И пусть вы взяли два коммутирующих элемента. x и y. x и y в А — это коммутирующие элементы. Тогда P-тая степень элемента x плюс y равна P-той степени x плюс P-той степени y. И давайте я буду хорошим мальчиком и это докажу. Вот раньше я отправлял вас делать упражнение, но вот это утверждение я докажу. Ну, наверное, вы многие знаете, как его доказывать. А именно, надо просто расписать по биномиальную формулу. x плюс y в степени P, а равно, значит, x в степени P плюс сумма с i равно 1 по P-1. P выбрать и x в степени и y в степени P-i. Ну и дальше плюс y в степени P. Правда? Вот, но дело в том, что, понимаете, вот все эти ребята, они просто равны нулю VF. То есть вот вся эта сумма равна нулю. Нет, завершает доказательства. Отсюда есть важное следствие, давайте я его выпишу. А именно, что отображение, которое x посылает в P-тую степень, это автоморфизм поля F. Это имеет имя, это называется автоморфизмом фрабениуса. Почему? Потому что, как мы видим, полемия это отображение аддитивно, совершенно забесплатно, но мультипликативно, то есть это эндоморфизм. То есть x идет в x в степени P, это эндоморфизм, то есть гомоморфизм поля в себя. Любой гомоморфизм из поля инъективный, у него не может быть ядра, потому что любой элемент обрати. А с другой стороны, ваше поле алгебраически замкнуто, поэтому эта штука еще и сюръективна. Из любого элемента можете извлечь любой корень, в частности, корень по этой степени. Ну и все доказано. Это очень важный эндоморфизм, в частности потому, что вы получаете конечные поля внутри F как неподвижные точки степеней этого автоморфизма. В частности, значит, Fp это просто неподвижные точки первой степени. Это очень важное наблюдение. Вот. Хорошо. А то, что я хочу сделать сейчас, я хочу сформулировать некоммутативный аналог вот этой леммы. На самом деле вы можете сказать, что это содержательное и без ограничения, что xy равно yx. естественно, он не будет верен в такой форме. Почему? Потому что вы больше, если xy не коммутирует, вы не можете написать биномиальную формулу. Правда? Просто у вас будут какие-то мономы от xy, а xy будут идти в каких-то там, в каком-то произвольном порядке. И, безусловно, вы не можете собрать подобные слагаемые вот таким образом. То есть такая формула, конечно, быть верной не может. Однако, оказывается, что верно некоторое ее обобщение. Каковое обобщение требует понятие полинома Li. Давайте я сейчас тут определю. Полином Li это линейная комбинация выражений от коммутаторов. Такое немножко корявое определение. Давайте я приведу пример и скажу, как его давать нормально. Ну, давайте возьмем три перемена и напишем примеры полиномов Li. Скажем, x1 коммутатор с x1 x2 плюс коммутатор от коммутатора x1 x2 коммутатор x2 x3 Это пример Ну, давайте здесь двоечку еще поставим. Это полином Li от x1 x2 x3 Окей? И, конечно, когда вы выписываете полиномы Li вы принимаете во внимание соотношение в алгебре Li. То есть, например, если вы напишите такой полином коммутатор x1 x2 коммутатор с собой то этот полином равен нулю как полином Li. Окей? То есть, некоторые такие выражения будут равны некоторым другим таким выражениям где вы можете переписывать их используя тождество в алгебре Li а именно кососимметричность и тождество и копия. Вопросы? Давайте я дам эквивалентное определение, которое теперь уже является честным определением, а именно, что полином Li от каких-то переменных x1 и так далее xk это есть элемент свободной алгебры Li порожденной вот этими элементами x1 и так далее x2 безусловно, эту свободную алгебру Li надо построить и есть некоторый алгебру ну, такой довольно тупой алгебраический способ это сделать вы просто берете свободную алгебру без каких бы то ни было соотношений, даже ассоциативности и факторизуете ее по всем соотношениям алгебры Li вы получаете такое огромное нечто это определение но в ту же цену как определение полинома как элемента свободной коммутативной ассоциативной алгебры и определение некоммутативного полинома как элемента свободной ассоциативной алгебры это определение одного и того же вида Теперь давайте я сформулирую некоторые утверждения, которые я доказывать не буду, но доказательство которого есть в качестве задачи. Это будет обобщением вот этой леммы. Факт. Существует полином Ли Давайте его обозначим. Л с индексом p от двух переменных x и y со следующим свойством. Для ассоциативной алгебры а – это ассоциативная алгебра над полем f и двух элементов x и y из а. Имеем следующее. x плюс y в степени p минус x в степени p минус y в степени p есть lp от xy. Это утверждение означает две вещи. Оно означает, что вот эта вот хрень записывается как выражение от x и y, использующее только коммутаторы. И кроме того, само это выражение совершенно не зависит от того, какую алгебру и какие элементы вы берете. окей? Ну и кроме того, понятно, что этот друг должен иметь степень p по x и y. В частности, если x и y коммутирует, то он равен нулю. Поэтому это вообще не наш элемент. Доказывать факт я не буду. Пожалуйста, если вам интересно, решите задачку. Я приведу пример. Вы, наверное, догадаетесь, какое будет p в примере. Давайте возьмем p равно двойке. Возьмем и честно так напишем, что такое x плюс y в квадрате. Значит, x плюс y в квадрате. Раскрыли скобочки, получили x в квадрате плюс y в квадрате плюс x и y плюс y в квадрате. Что верно, конечно, вообще над любым там кольцом, чем хотите. Но в характеристике 2, вот это тоже здесь написано, это еще x и y минус y в квадрате. Это равно коммутатору x и y, поскольку ваше поле имеет характеристику 2. Поэтому l2 от x и y – это просто коммутатор. Ну и упражнение. Сделайте случай p равно тройке. Это все еще делается руками. Уже p равно пятерке – это очень неприятное вычисление. Упражнение. Возьмите p равно 3. Вопрос, пожалуйста. Вопрос. Вопрос. Давайте я приведу еще один пример, когда некоторое выражение, которое в характеристике 0, не является полиномом Ли, становится полиномом Ли в характеристике P, и я этот полином Ли даже напишу. Давайте определение. Мы будем писать от x, от y. Это будет просто коммутатор x с y. Это будет такой оператор, скажем, из ассоциативной алгебры в себя. Или из алгебры Ли в себя. Предложение 2, которое говорит, что коммутатор x в степени P с y. То же самое, что от x в степени P, примененное к y. Где x и y — это элементы какой-то ассоциативной алгебры. То есть вот здесь у вас стоит выражение, которое априори полиномом Ли от x и y не является, потому что вы используете x в П. А правая часть полиномом Ли, конечно же, является. Это такое поучительное отождество, давайте я его докажу. На самом деле оно является следствием беномиальной формулы. Показательства. Давайте рассмотрим два оператора. L с индексом x и R с индексом x. Будут операторы из А в А. Где L с индексом x от А — это x, а R с индексом x от А — это x. Такие вот два линейных оператора. И давайте заметим, что они коммутируют. Умножить сначала слева на x, а потом справа на x. Это то же самое, что сделать наоборот. Вы получите x, а x. Это коммутирующий оператор. А кроме того, конечно же, от x — это их разность. А теперь вы возводите разность двух коммутирующих элементов в пэтую степень. Вы можете применить беномиальную форму. А именно от x в пэтой, примененной к y. Это то же самое, что Lx минус Rx в пэтой, примененной к y. А это есть Lx в пэтой, примененной к y. И, конечно же, первое выражение — это x в степени p, а второе выражение — это y в степени p. И вы получаете тождество из утверждения предложения. А все в порядке. Что может быть? Что это все в порядке? Ну, здесь будет не минус, а плюс, но это как бы окорядится. Вот. Это завершает наше обсуждение алгебры в характеристике p. Есть ли вопросы? Ну и давайте перейдем к представлениям алгебры Ли. для начала, просто обсудив две вещи, которые существенно отличаются от того, что происходит в характеристике 0. Это обсуждение p-центра, которое до некоторой степени отвечает за эту разницу. А именно вот здесь мы предположим, что p больше двойки, потому что иначе алгебра Ли СЛ2 уже не будет простой. Алгебра Ли СЛ2 простая в характеристике больше 2, но не простая в характеристике 2. И давайте заметим, что мы все еще можем построить то самое представление алгебры Ли, которое мы рассматривали раньше. Пример 1. Пространство однородных полимеомов степени n это представление СЛ2f. Каким образом мы теми же самыми формулами, что и раньше? А именно e, примененное к x-итому, y, n-итому, это n-i, x в степени i плюс 1, y в степени n-i минус 1. Значит, f, примененное к x-итому, y в степени n-итому, это i, x в степени i минус 1, y, n минус i плюс 1. Ну и конец а, примененное к x-итому, y, n минус i, это 2i минус n. x-ит, y в степени n минус i. Ну, то же самое, что раньше. Но теперь мы заметим, что нечто начинает вести себя совершенно по-другому, когда n равно p. Пусть у нас n равно p. И давайте посмотрим на элементы x в степени p и y в степени p. Когда вы применяете все ваши операторы, эти элементы идут в моли. Окей? Потому что, скажем, f, примененное к x в степени p, выдаст вам умножитель p вот здесь. То есть, e, h и f отправляют x в степени p, y в степени p в моль. И в частности, линейная оболочка этих двух элементов это будет под представлением. Оно будет под представлением для алгебры или на самом деле оно будет под представлением и для группы. И в то время, как для алгебры это тривиальное под представление, все действует нулем. Для группы оно уже не будет тривиальным. И это мы рассмотрим на следующей лекции. Вот. Но, значит, один феномен, который мы наблюдаем, что представление, бывшее неприводимым в характеристики ноль, стало приводимым в положительные характеристики. И это очень важный такой феномен. А алгебры определяют как касательное пространство? Вы можете определять как касательное пространство, если хотите. Для этого есть способы. Но вы можете просто сказать, что есть абстрактное определение алгебры Ли. То есть, как матрица следом гольд? Да, два матрица следом гольд, мы можем говорить о представлениях. Вот это здесь представление. Упражнение, которое я бы хотел вам дать, говорит, что наше представление f, x, y, n неприводимое для n меньше, чем p, а для n равного p, ну и на самом деле для всех n больше p, это представление не только не является неприводимым, оно еще не является вполне приводимым. то есть это показывает, что теория представлений в характеристике p куда более сложная, чем в характеристике 0. Вот. Но это еще полбеды. Следующая половина беды заключается в том, что теперь у нас неприводимых представлений становится существенно больше. И они ведут себя совершенно не так, как в характеристике 0. Пример. Пример, ну, упражнение. Давайте рассмотрим следующее пространство, которое я по причинам, которые станут ясны на следующей лекции, обозначу. Дельта, подчеркнутое снизу, альфа с индексом 1, где альфа — это будет элемент из fp. И как векторное пространство, вот этот друг — это будет линейная оболочка элементов в и и т, где и у вас тоже элементы в fp. А структуру представления я на нем задам, как на модуле верма, по тем же самым формулам. Что это были за формулы? f от v и т равно v и плюс 1. Только теперь у нас и, понимаете ли, нумеруются не натуральными числами, оно нумеруется высчетами по модулю p. hv и т — это альфа минус 2i v и т. и e v и т — это i умножить на альфа минус i плюс 1 v и в минус первое. Где вы опять же можете сказать, что здесь нумерация по модулю p, но это совершенно неважно, потому что для i равно нулю, умножитель будет нулевой. и часть упражнения, оно говорит, что это представление SL2. Но это на самом деле формально следует из-за того, что вы знаете для модуля верма. То есть вот эта вот штука является представлением SL2. В частности, если вы помните, то в характеристике ноль был такой важный факт, который говорил, что элементы e и f на любом конечномерном представлении SL2 действует нельпатентно. Окей? И это был такой факт, который нам позволял делать классификацию на самом деле. Здесь это уже неверно. Элемент e у вас действует нельпатентно, а элемент f нет. Здесь f в степени p равно единица. Что говорит, что представлений стало куда больше. И в оставшейся части лекции мы обсудим то, что называется p-центром. И это ровно то, что ответственно за появление примеров такого рода. Оказывается, что в универсальной обертывающей алгебре для SL2, ну и для других алгебр Ли, имеется очень много центральных, то есть коммутирующих с любым другим элементов. И мы их сейчас будем предъявлять. Для начала мы значит, это пункт 3.1 мы введем такое отображение, которое я буду обозначать через x квадратных скобочков p. Это будет отображение из SL2 в себя. Что это такое? Сначала мы это определим на квадратных матрицах с коэффициентами в f. А именно, если у вас есть какая-то матрица x, то мы определим x в степени p в квадратных скобочках как p-тая степень матрицы. То есть этот x в квадратных скобочках p, а живет, ну все там же, он живет в матрице. Вот такое обозначение. Я чуть позже объясню, почему оно такое странное. То есть вот это просто п-тая степень матрица. А дальше несложная лемма, которую я тоже докажу, потому что я люблю доказывать несложные леммы. Она говорит, что если у вас x принадлежит SL, то вот это x в квадратных скобочках p тоже принадлежит SL. То есть SL замкнут относительно возведения в p-тую степень. Доказательства. Ну как? Ну пусть у вас λ1, λn — это собственные значения матрицы x. Тогда, конечно же, их в п-той степени, это собственные значения матрицы x в п-той. Значит, элементы λ1 в п-той, λn в п-той — это собственные значения x в квадратных скобочках p. Ну и след x в квадратных скобочках p — это есть сумма собственных значений этой матрицы. Но поскольку мы в характеристике p, то же самое, что p — это степень суммы. То есть это λ1 плюс так далее, плюс λn в степени p, и это равно 0, потому что x у вас лежал в SL. Вот, то есть подалгебра ли SL внутри матрицы, она устойчива относительно взятия по этой степени. И на самом деле многие другие естественные подалгебры, скажем, SLn, тоже будут устойчивы относительно этой операции. Теперь, почему такое обозначение? Ну, ровно потому, что эта операция имеет смысл на очень широком классе алгебр ли, которые сами по себе никоим образом не являются ассоциативными алгебрами. То есть ни в какую другую, скажем, степень вы возводить элементы этих алгебр не можете. Вы только можете, вообще говоря, возводить их в пэтую степень. Поэтому это называется ограниченная пэтая степень. Ограниченная, потому что она ограниченная сматрица. Вот, давайте рассмотрим пример. Давайте посмотрим, как считать эту ограниченную пэтую степень для элементов SL2. Для базисных элементов. Ну как? Что такое E в ограниченной степени p? Это значит просто пэтая степень этой матрицы. То есть это 0, 1, 0, 0 в пэтой степени. Это, конечно, равно 0. В ту же цену f в степени p. Ну а h в степени p это будет 1, 0, 0, 0, минус 1 в степени p. И это снова h. Окей? Вот такое вычисление. То есть ограниченная пэтая степень отправляет E и f в ноль, а h оставляет на месте. Вопрос, пожалуйста. Ну, понимаете, значит, например, давайте посмотрим на S-A-Len. Какая бы такая была степень, в которую бы вы возвели матрицу следом 0 и снова получили след 0? Ну, значит, собственное значение по-прежнему λ1 в степени k и так далее, λm в степени k, но никакого такого тождества вы для произвольного k не получите. Вы должны использовать, что возведение в p той степени это эндоморфизм коммутативной алгебры. Возвращение с кубчиком в p, понимаешь, что на S-A-Len. Да. Эта операция будет брать элементы из алгебры Ли и производить другой элемент из алгебры Ли. А теперь давайте обсудим, собственно говоря, вот тот самый p-центр. 3, 2. p-центр. И я хочу, значит, заметить, что вообще любая алгебра Ли, она уже проживает внутри некоторой ассоциативной алгебры, именно своей универсальной обертывающей. То есть, если у вас есть G, какая-то алгебра Ли, то G сидит внутри универсальной обертывающей. А почему, если вы берете какой-то элемент X из G, то вы можете рассмотреть X в степени p, который будет жить в универсальной обертывающей алгебре. И это, наверное, вообще в любой характеристике совершенно не зависит ни от какого поля. Так вот, то, что мы сейчас сделаем, мы рассмотрим разность двух p-центр. обычной и ограниченной. Так, ну, если я повешу это сюда, то так будет нормально? Нормально? Окей. Давайте определим отображение, которое мы будем обозначать Йота. И оно будет бить из SL2F в универсальную обертывающую алгебру у от SL2F. И что оно будет делать? Оно будет брать элемент X из SL2 и отправлять его в разность двух p-центр. В степени обычной и ограниченной. Заметьте, пожалуйста, что это не тривиальный, не нулевой элемент, потому что эта штука-то не лежит в алгебре Ли. Она имеет степень p. А эта штука все еще лежит в алгебре Ли. Окей? А теорема? Отображение Йота имеет следующие свойства. Первое. Если вы умножаете какой-то скаляр альфа внутри Йоты, то это то же самое, что альфа в степени p умножить на Йота от x. Для любого альфа из поля F. Второе. Образ Йоты состоит из центральных элементов. А именно Йота x коммутатор с U равно 0 для любого x из L2 и U из универсальной обертывающей. И, наконец, Йота аддитивна. Йота от x плюс y равно Йота от x плюс Йота от y. То есть мы получаем такое полулинейное отображение из SL2 в универсальную обертывающую, образ которого состоит из центральных элементов. Давайте это утверждение сейчас докажем. Доказательства 1 очевидно. Почему? Потому что вы берете разность двух петых степеней. Каждое из этих отображений, каждое из этих петых степеней обладает таким свойством по определению. Окей? Зачем они вообще начинаются по этой степени? Смотрите, эта штука это элемент степени P в универсальной обертывающей алгебре. На универсальной обертывающей есть фильтрация. Вы можете говорить о степени, этот элемент имеет степень P. В меньших степенях по теореме Пуанкаре, Бергофа, Витта он не живет. Этот элемент живет внутри алгебры Ли. Он имеет степень 1. Окей? Значит, давайте докажем часть 2. Значит, достаточно считать, что Y у вас живет просто в самом S2. Если вы докажете, что ваш элемент Y от X коммутирует с любым генератором, он коммутирует и с любым элементом универсальной обертывающей. А теперь мы играем Y, да, U. U живет в S2. Теперь мы играем в следующие игры. Мы сначала рассматриваем S2 как сидящий внутри универсальной обертывающей. Значит, внутри U от сл2 мы имеем следующее. Мы имеем, что X в степени P коммутатор с Y это ад X в степени P примененная к Y. Это было предложение 2. Окей? В частности, вот этот друг он сидит внутри алгебры Ли SL2. Правильно? Потому что это тождество верно в любой ассоциативной алгебре. Здесь мы его применяем код SL2. А дальше мы замечаем, что алгебра Ли SL2 также живет внутри ассоциативной алгебры 2 на 2 матрицы. И мы тоже можем применить то же самое тождество. Значит, теперь внутри мат 2 а X в ограниченной степени P, которая была просто по этой степенью матрицы, равно чему? Да тому же оно равно. здесь мы пользуемся, что это выражение коммутатор X в степени P с Y это полином Ли, который универсален, которому все равно внутри какой ассоциативной алгебры вы эти элементы рассматривали. Наша SL2 вложена в две ассоциативные алгебры, поэтому мы имеем вот эти два тождества. Мы получаем одно и то же. воткуда немедленно следует, что коммутатор X в степени P минус X в ограниченной по этой степени с Y равен 0. Вопрос, пожалуйста. то есть мы доказали часть 2, а часть 3 в ту же самую цену. часть 3 аналогично, где вы используете что X плюс Y в обычной степени P минус X в степени P минус Y в степени P это же некий универсальный полином Ли Lp от XY. Опять, этому полиному Ли все равно внутри какой ассоциативной алгебры происходит действие. Это то же самое, что X плюс Y в ограниченной степени P минус X в ограниченной степени P минус Y в ограниченной степени P и это доказывает часть 3. Это более сложное утверждение, потому что полином мы явно написать не можем. Вот. Мы доказали теорем. Значит, какой вывод? Значит, теперь внутри O от SL2 у нас есть центральная подалгебра, которая порождена давайте напишем, что это центральная подалгебра, которая порождена следующим тремя элементами. Значит, Y от E, которая есть просто E в степени P. Я напоминаю, что E в ограниченной степени P было равно нулю. У нас есть Y от F, которая есть F в степени P. Ну и, наконец, Y от H, которая H в степени P минус H. Вот такие три центральных элемента. Они совсем коммутируют. И это подалгебра называется P-центром. P-центром. Это центральная подалгебра, которая специфична для характеристики P. У нас осталось 4 минуты. Давайте я сформулирую важное предложение и объясню, зачем нам, как мы будем этот P-центр использовать в изучении неприводимых представлений. Упражнение касается структуры того, что мы получили. важное упражнение. Во-первых, что Z это алгебра полиномов от этих трех перемен. E в степени P, F в степени P и H в степени P минус H. А второе, что от SL2 это свободный Z-модуль с базисом F в степени K, H в степени L, E в степени M, где теперь вот эти индексы K, L и M они бегают между нулем и P-1. подсказка к этому упражнению это следствие теоремы Пуанкаре Бергофа Вита, где вы должны немножко поколдовать над базисом вашей алгебры. Вы знаете, что все такие элементы для всех возможных K, L и M образуют базис. Используя это вы выводите эти утверждения. То есть первое утверждение то, что алгебра полигомов, то, что между этими элементами нет никаких соотношений. Ну а второе касается базиса. И значит упражнение надо вывести из Пуанкаре Бергофа Вита. Вот. Значит такие дела. Значит теперь давайте в заключение я просто скажу как мы этим будем пользоваться. Но почему нас интересуют центральные элементы? Да потому что на любом конечкомерном неприводимом представлении они будут действовать скалярами. Окей? То есть для любого неприводимого представления конечкомерного каждый из этих элементов будет действовать некоторым скаляром. И оказывается что в силу некоторой симметрии происходящей с действия группы SL2 для полного понимания всех неприводимых модулей надо рассмотреть только очень специальные значения скаляров. Например надо рассмотреть значение скаляров когда значение 0 0 0 0 0 Это будет давать некоторые неприводимые представления это будут те неприводимые представления которые мы изучали с самого начала а именно представления в однородных полиномах Мы это увидим. На самом деле это не отличается от классификации в случае характеристики 0. Следующее важное значение это 0, 1, 0. На самом деле окажется, что все неприводимые представления с такими скалярами мы уже выписали. Это были дельта, альфа, подчеркнутая с верхним индексом 1. И наконец надо рассмотреть случай, когда у вас эти два элемента действуют 0, а этот элемент действует как-то. И мы тоже получим некоторую классификацию неприводимых. А все остальное будет делать с помощью действия группы SL2. На следующем занятии мы закончим классификацию неприводимых представлений алгебры. И я объясню, как классифицировать неприводимые представления группы и как они выглядят. На сегодня все.